Сначала я хочу показать фотографию Алексея Федоровича Филиппова, которую мы показывали на ученом совете, которые висели на сайте. Вот это его ученица Валентина Степановна Козлова с детьми. Это одна из последних его фотографий, когда он ходил с ними в поход, и вот как раз можно видеть, что он в совершенно непривычной для нас среде находится. Кстати, наверное, не видно мою демонстрацию, я сейчас ее всем включу. Вот, для всех. Вот теперь в зуме должно быть видно. И вот посмотрите, значит, это как раз одна из его характерных особенностей, что он любил обсуждать науку со своими учениками, гуляя по Подмосковью. Вот мы вчера уже говорили об этом. Вот еще такие фотографии есть. Значит, покажу еще две, но они, по-моему, в перевернутом виде. Вот как-то ее надо развернуть. Я не знаю, можно ли ее здесь развернуть. Ну, я ее в чат отправлю всем. Это вот тоже Алексей Федорович, значит, в полях со своими учениками. И вот эта фотография висела на сайте МГУ, когда мы объявляли о конференции памяти Алексея Федоровича. Ну и мой доклад будет простым и, надеюсь, что не очень длинным. Да, вот я еще раз покажу фотографию Алексея Федоровича. Как раз такая нетипичная для него фотография, потому что обычно его таким строгим мы видим на разных изображениях. А вот здесь он совершенно нормальный в живой природе в Подмосковье. Это, кстати, на Левобережной. Они как раз с Элентиной Степановной ходили в поход с ее девочками. И вот она мне прислала, как раз она болеет сейчас, к сожалению, не смогла подключиться, но она мне прислала эти фотографии. Вот мы их показывали на ученом совете. Вот теперь показываю вам. Значит, что касается моего доклада, он будет довольно простым и посвященным одной теореме, которая содержится как раз в учебнике Филиппова, который он написал в последний год жизни. Теорема о непрерывной зависимости решения задачи Каши от правой части начальных условий. Значит, я буду говорить о непрерывной зависимости от начальных условий продолжения решения уравнения Риккати. И, собственно говоря, вот доклад именно относится к теореме, которую я прочитала, ну то есть не то что прочитала, которую мы доказываем нашим студентам в процессе чтения лекций. И классическая теорема о непрерывной зависимости решения задачи Каши от начальных условий. Прежде всего, я хочу сказать, что хотелось бы показать эту теорему. Так, вот мы видим здесь теорему о непрерывной зависимости решения задачи Каши от начальных условий. Значит, есть уравнение первого порядка. Как мы видим, вот оно, х' равно f от tx. Задача Каши ставится, х от t0 равно x0. И, значит, формулировка такая, что на отрезке t0, t1, содержащем точку t0 в окрестности В, ну вот, который определяется так, что t расположен на этом отрезке, а х отличается от φ по модулю не больше, чем на ρ. Его графика вектор функции f и производные непрерывные. Тогда для любого ε больше нуля найдется такой дельта больше нуля, что для любой другой задачи такого вида с тем же самым начальным условием, ну или даже с другим начальным условием, неважно, можно с другим начальным условием, я буду считать, что они одинаковы, в которой опять функция g и ее производные по y, житые непрерывные, и которая по модулю отличается от функции f не больше, чем на дельта. В этой окрестности и начальные условия отличаются тоже не больше, чем на дельта. Решение y от t, во-первых, может быть продолжено на весь интервал, и, во-вторых, значит, модуль разности между решениями этих задач меньше, чем ε на всем интервале. Ну, значит, понятно, что теорема известная, читаемая нами студентам, и на самом деле в этой теореме есть два очень важных момента. Значит, обычно у этой теоремы принимается во внимание только такой факт, что вот если мы, как наши студенты, ее интерпретируют, сколько бы я их не спрашивала, сколько бы я не обращала их внимание на другие нюансы этой теоремы, да, всегда она интерпретируется так, что если правые части различаются мало, то решения тоже различаются мало. Значит, в связи с этим ученицы Игоря Николаевич Сергеева, бывшей Алены Ерченко, которая, значит, у Катка в Штатах закончила аспирантуру и занимается там теорией геодезических и, точнее, динамических систем на разных многообразиях. В частности, она с коллегами столкнулась с задачей, связанной с описанием геодезических и их поведение в зависимости от изменения параметров системы. Она мне задала вопрос, написала письмо, что вот, Ирина Викторовна, у нас возникает уравнение Рикати и спрашивает, что вот если мы мало меняем правая часть уравнения Рикати, правда ли, что решения меняются мало? Ну, естественно, первый ответ на вопрос, в какой стати, потому что уравнение Рикати, даже в простейшем случае, когда у него есть постоянный коэффициент, ясно, что есть эффект blow-up, и понятно, что это могло повлиять как-то, но с другой стороны, вроде бы, естественный вопрос, который задал, в общем, взрослый уже хорошо образованный человек с группой лиц, которыми обсуждают они эту задачу, значит, навел меня на мысль, что, наверное, не все там так просто, и все-таки нужно как-то какую-то тонкость в этой теореме поймать, чтобы все-таки эта непрерывная зависимость от правой части могла гарантировать, что решение этого уравнения продолжает оставаться определенным на том же интервале, на каком решении невозмущенного уравнения, и, естественно, вот что здесь написано в теореме, что мы фиксируем на самом деле решение некой задачи, и вот все, что написано дальше, зависит вот от того, какое решение мы зафиксировали, потому что мы говорим, где решение определено, да, где правая часть имеет ограничения, которые мы сказали, да, непрерывность решения правой части всех частных производных по иксам, значит, имеет свойство быть непрерывным, и, соответственно, значит, здесь есть вот такие, такой подвох, что вот когда мы говорим про эту малость, да, что вот если решение близки, да, то, то есть если правая часть близки, да, то решение может быть продолжено на весь интервал, вот это главное, да, так, на весь отрезок, да, конечно же, отрезок, это важно, потому что для интервала это неправда, вот, значит, и они остаются вот в той же степени близости, то есть главное здесь, что мы фиксируем решение, а дальше все уже от этого решения зависит, то есть вот эта близость на самом деле зависит от этого решения, и мне было интересно посмотреть, как же вот в этом уравнении Риккати эта близость зависит от решения, и вот теперь практически детские, сейчас я вам расскажу там результаты об этом, вот, итак, значит, вот ее вопрос, прямо сохраняя формулировку вопроса, который был задан, вот рассматривается уравнение Риккати вот такого вида, как здесь написано, У штрих плюс У квадрат плюс К от Т равно нулю, и уравнение Риккати В штрих плюс В квадрат плюс Ф от Т равно нулю, такие, что у них начальные условия совпадают, ну, понятно, что от К требуется непрерывность, как и от Ф, и спрашивается, вот, К и Ф близки на отрезке, решение задано на этом отрезке с начальным условием У от нуля равно ноль, и мы хотим, собственно говоря, найти такой эпсилон, что если К минус Ф по модулю меньше, чем эпсилон, то найдется решение второго уравнения, определенное на том же отрезке. Значит, как мы действуем? Значит, окажется, естественно, я потом покажу опубликованный результат в точной формулировке, но сначала вот прямо покажу, как я рассуждала. Вот, допустим, мы ищем решение В второго уравнения в виде У плюс вот такая добавка, где мы не знаем, что такое З, и подставляя в исходное уравнение, получаем вот такую цепочку равенств, да, ну, там продифференцировали, естественно, приравняли правой части, это вот квадрат этой правой части В в квадрате, минус Ф там было, да, вычли Ф, прибавили К, ой, вычли К, прибавили К, и дальше с учетом того, что у решения уравнения Рикати на З получили вот такое уравнение, ну, или преобразовав его, получили вот такое уравнение, и дальше мы, значит, введя вот такие вот обозначения, обозначив вот этот вот интеграл удвоенный через У, а экспонент от него через Е большое, получаем вот для З такое уравнение или вот такое уравнение. Вот теперь посмотрим на то, что же мы получили. Значит, построим естественным образом сжимающее отображение в пространстве функций, ну, которые действуют на функции Z, непревосходящие по модулю дельта. Значит, проверим, что мы остаемся в рамках этого же пространства при таком отображении, да, и докажем, что оно сжимающее. Ну, то есть, на самом деле, мы сначала установим условия сжимаемости, да, потом, значит, покажем, что... То есть дельта мы выберем из условий сжимаемости, а потом покажем, что мы окажемся в том же самом пространстве, в каком и были. Значит, вот, собственно говоря, условия сжимаемости. Значит, рассматриваем это отображение φ на функциях Z1 и Z2, оцениваем в силу того, что обе они удовлетворяют тому интегральному уравнению модуль этой разности, соответственно, раскладываем разы с квадратов, то есть все как для детей, ничего нового. Да, и в конце концов выносим два дельта и получаем вот такую вот постепенную оценку, где супремум вот этой модуля разности этих функций на отрезке, это норма разности этих функций. И чтобы показать, что это отображение сжимающее, естественно, нам нужно, чтобы вот этот вот коэффициент... Помним, да, что слева у нас написан модуль разности φ от Z1 и φ от Z2. Да, значит, вот это получается меньше или равно вот этого коэффициента умножить на норму Z1 минус Z2. И сжимающим отображением оно будет, если у нас вот это вот выражение, зависящее от t, будет меньше единицы. Ну, тогда, выбирая дельта таким, что оно будет меньше, чем половина вот такого интеграла, растянули его до t большого, да, до конца отрезка, в минус первой степени, значит, мы получаем, что... Так, сейчас. Значит, получаем, что при таком дельта наше отображение сжимающее. Да, значит, получаем, что наше отображение при выбранном нами дельта сжимающее. Значит, еще раз, вот поскольку все пропало, да, значит, в зуме, вот мы, оно сжимающее при выполнении такого неравенства, или когда дельта меньше, чем вот такое значение. Здесь уже t большое, это как раз длина нашего отрезка, и вот мы получили факт сжимаемости при выполнении того неравенства. Теперь с этим дельта мы покажем, что мы не вылезаем из границ нашего пространства. Значит, пусть у нас вот эти k и e обладают таким свойством, что их модуль разности меньше, чем ε, и модуль z не превосходит дельта. И докажем как раз, что мы сохраняемся, то есть, что норма φ от z будет тоже меньше, чем, меньше или равна дельта. Значит, вот оцениваем эту норму. И что мы видим? Вот когда мы эту норму оцениваем, судя по тому, как мы определяем это отображение, мы получаем там, значит, понятно, модуль интеграл суммы не превосходит суммы этих интегралов от модулей функций, выносим, соответственно, эти функции, и оказывается, что мы хотим, чтобы мы оставались в рамках нашего пространства, то есть, чтобы вот эта левая часть φ от z была не превосходящей дельта, и оказывается, что отсюда мы можем определить вот это ε таким образом, что оно уже зависит от дельта и выбирается вот так. А теперь мы вспоминаем, что у нас вот эта функция Е большое, да, Е большое, она зависит от, естественно, решения, потому что она определялась как как раз интеграл от этого решения квадрата и вообще от экспонента от этого интеграла, поэтому, выбрав дельта, мы можем выбрать вот это ε, то есть как раз ε покажет нам вот эту вот близость, то есть когда у нас есть решение, по нему вычисляем вот эту функцию Большое, затем от нее интеграл, и затем мы хотим найти такой дельта, чтобы с одной стороны оно было больше или равно, чем вот это значение, связанное с ε, это есть последнее неравенство, да, а с другой стороны это вот то дельта, которое мы сразу выбрали. А когда это возможно? А это возможно, естественно, когда выполняется вот такое неравенство строгое, и таким образом мы можем про ε сразу сделать вывод, что ε должно быть задано вот так, то есть оценка зависит не только от разности функции, но и от самого решения. Ну, а дальше, если эти оценки справедливы, то тогда, естественно, это сжимающее отображение в полном метрическом пространстве имеет неподвижную точку, притом только одну, и тогда она удовлетворяет вот этому уравнению, и z от нуля равно нулю, как мы сказали, да, потому что они в нуле имеют одинаковый набор данных, одинаковые данные Каши, и получилось, что v, которое ищется в таком виде, это и есть решение требуемого уравнения Рикати с совпадающими начальными условиями. То есть, короче, вывод какой, что нельзя написать оценку разности решений только через оценку правых частей, а мы должны использовать саму функцию u. Ну и теперь посмотрите, вот контрпример, во-первых, что это нельзя сделать на интервале, а во-вторых, вот понятно, что если эта оценка несправедлива, не зависит от решения, то нельзя построить, то есть нельзя гарантировать, что решения будут оставаться близкими. Пример тоже я там в спецкурсе рассказываю обычно. Значит, рассматривается уравнение Рикати с постоянным вот этим коэффициентом c в квадрате. Ну, его проинтегрировали, значит, получили, что вот решение этого уравнения имеет вот такой вот вид, то есть имеет вертикальные асимптоты вот там, где аргумент тангенса, то есть там, где аргумент тангенса, да, от минус π пополам до π пополам, то есть когда он равен минус π пополам или π пополам. Значит, ясно, что если мы вылезли за пределы, да, этого отрезка, то дальше уже все плохо. Вот если мы возьмем теперь k от t равным единице, c равным единице, то тогда вот у имеет такой простой вид. И вот мы хотим, чтобы аргумент попадал только в такой промежуток, значит, получили вот такое неравенство на t. Таким образом, когда у нас а от нуля до π на 2, то решение будет определено только на 0π пополам. Только на 0π пополам. Ну, а теперь взяли f от t единица плюс эпсилон. Тогда c будет равно единице плюс эпсилон. Решение абсолютно также считается, будет иметь такой вид. И теперь мы вот это b можем выбрать так, чтобы у нас оно было... Ну, вот, чтобы мы выехали за пределы этого интервала. Значит, выберем b таким. И чтобы решение не ушло на бесконечность на 0π пополам, надо, чтобы у нас выполнено было вот такое вот неравенство, когда t от нуля до π на 2. Ну, понятно, что это не так. И при t равном нулю мы уже имеем это неравенство, а при t равном π пополам мы должны получить вот такое. Вот пишем цепочку неравенств вот этих. И оказывается, что для тангенса а мы должны получить вот такое. Ну и понятно, что если а не удовлетворяет условию, то v у нас не будет определено на этом отрезке от нуля до π пополам, потому что какой бы малый эпсилон мы ни взяли, всегда найдется такое малое а, при котором вот это неравенство не выполнено. И поэтому оценка только через разность k от t минус f от t без учета у невозможна. И вот на самом деле, вот когда я стала рассказывать студентам вот этот пример, больше я не слышу такого, что вот если малое правое части мало поменять, то решение меняется мало. Мне кажется, что это такой совершенно замечательный пример. Ну а строгую формулировку я сейчас тоже покажу. Вот, значит, здесь формулировка приводится вот так. Сейчас я тоже, значит, покажу на самом деле, что здесь написано. Значит, здесь рассматривается уравнение Рикати. Вот такое, значит, у штрих плюс у квадрат плюс k от t равно нулю с начальным условием у от нуля равно 0. И вот мы возмущаем теперь вот это уравнение вот этим малым q от t и ищем решение с тем же начальным условием, где q у нас непрерывное тоже на этом 0t большое решение. Вот. И, собственно, тут вот все рассуждения, которые я уже говорила. И если решение у задачи 1 определено на 0t большое, то для любой функции q, которая удовлетворяет условие, что она по модулю меньше, чем ε, которое равно в точности вот такому значению, то решение задачи возмущенной также определено на всем отрезке 0t большое. Ну, а в другой стороне, если в формулировке значения ε заменить каким-то другим значением, общим для всех у, например, не привязываясь к конкретному решению, то полученное утверждение будет неверным. И вот второе сформулировано в виде теоремы 2. Это пример, да, когда t равно π пополам, k равно единице, для любого ε найдется такое у 0, что решение задачи 1 определено на отрезке 0t большое, а решение задачи 2 при q от t равном ε пополам, меньше, чем ε, значит, определено не на всем отрезке 0t большое. Ну, вот дальше стоит замечание, что утверждение станет неверным, если в нем отрезок заменить полуинтервалом, куда t большое не включается. Вот, и вот, значит, это все, что я хотела сказать на эту тему. И вот я хочу обратить внимание, что Алексей Федорович Филиппов настолько аккуратно формулировал все утверждения, что, в принципе, невозможно... Вот иногда кажется, что, когда его книгу читаешь, что вот там как-то вроде бы это перегружено какими-то дополнительными тонкостями, которые, может быть, вот сразу не надо на них обращать внимание, а на самом деле вот все его формулировки выверены до такой степени, что дальше, по-моему, их улучшать просто невозможно. Вот я хочу обратить на это внимание и вот, значит, вспомнить его еще раз добром, потому что, в общем, если бы наши студенты читали такого рода книги, то, конечно, они бы лучше понимали вот все происходящее, как раз в частности в дифференциальных уравнениях, потому что при сухости изложения, при вот такой вот, может быть, может быть, страобразности языка, вот в его формулировках есть ровно то, что должно в них быть. Вот на этом я хочу поблагодарить слушателей и закончить. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, теперь какие есть вопросы? Так. Да. Конечно. А можно ли я просто устранить с моего учреждения, которое сейчас было радо... С докладом? С статьей, да? Вот у меня вопрос такой. Примодательность функции пространства С. Один. А, да, это, конечно, это гарантия существования единственности. Есть теорема Каортиодори, конечно, для решения, для единственности. Конечно, можно. Но вот я следовала как раз именно тем ограничениям, которые в теореме Филиппова приводятся. Конечно, можно. Для уравнения первого порядка мы знаем. Кстати, вот я хочу, забыл еще сказать, очень важную вещь. Когда был последний доклад Алексея Федоровича на конференции Петровского, он делал доклад про теорему существования единственности решения задачи Каши для уравнения первого порядка. И он получил условия достаточные, близкие к необходимым. И вот это его результат, который опубликован, мне кажется, в журнале «Дифференциальное уравнение», в одном из последних. И его, на самом деле, было очень трудно понять, когда он рассказывал. Даже Владимир Михайлович Миллиончиков ему задал вопрос, какой-то уточняющий, потому что он формулировал это не в том виде, что это условия близкие к необходимым, а просто как новая формулировка теоремы существования единственности. Но потом, когда были обсуждения на кафедре, вот они с Кондратьевым обсуждали, значит, что лучше его, пожалуй, никто не нашел достаточных условий существования единственности решения задач Каши. И вот это его тоже один из последних, то есть, наверное, даже, может быть, и последний замечательный результат, который мне запомнился. Вот как раз к вопросу Алексея Владиславовича насчет улучшения этих условий. Он что-то уже неразрешенное относительно производной. Он неразрешенный относительно производной, да-да-да, именно так. А про систему неразрешенную? Да, про систему неразрешенную. Потому что там многомерные не переносятся. Не переносятся на многомерный случай. Да-да-да. В этом случае есть теорема этого, что производные промежуточные значения, да-да-да. Да, а для этого нету, да. Там можно вот такие штуки делать, что если отсюда дифференцируемо, но не непрерывно дифференцируемо, то там какие-то... Да-да-да-да, есть такое дело. Есть импликация подробная, это 2006 года. 2005, кажется, не пурал. Да, вот она, по-моему, даже после его смерти вышла, но она развернутая. Да? Ну, только так. Вот смотрите, еще вопрос. Значит, его улучшение, конечно, обычно касается не изменения непрерывности, да, КАТ, а они касаются, скажем, поведения правой части уравнения неразрешенных относительно производных вот как раз по фазовым переменным. Поэтому, ну, мы знаем, что, скажем, если правая часть разрывна, да, по иксам, то решение задачи может просто не существовать. Поэтому вот тут надо тоже аккуратно говорить насчет того, что можно снять это ограничение. Это вот я, значит, так, наверное, не совсем корректно выразилась. Поэтому тут, наверное, если что понимать под решением, поскольку мы считаем, что это дифференцируемая функция, удовлетворяющая уравнение, обращающая его в тождество, да, то тогда тут непрерывность, конечно, больше ничего нельзя сделать. Не обязательно, да, да, да. Но я имею в виду, что здесь-то ограничение на коэффициент К, производные не обязаны быть непрерывными. Мы можем сказать, да, 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 можем сказать по-другому, да, производные не обязаны быть непрерывными. Но, да, да, но это есть такой момент, конечно. И, кстати, вот я сколько-то видела много разных, скажем, теорем существования, где вот непрерывность, условие непрерывности накладывается не на коэффициент уравнения, а, скажем, на отношение каких-то там функций, которые входят туда. Так что, например, сам коэффициент разрывный, а вот какой-то там между ними какая-то комбинация как раз непрерывная. Уравнение специального типа. Уравнение специального типа, да. Вот таких бывает много результатов, кстати, и всегда удивительно бывает, когда вот читаешь, думаешь, как же у него нет непрерывности, а он, значит, вдруг говорит, что там что-то существует и единственное. Вот есть пример, да, там, когда разрывная правая часть, такого не бывает. А потом оказывается, что как раз при вот таких соотношениях там все хорошо. Вот, поэтому вот так. Продолжение следует...